здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огорода зимняя теплица это видео будет называться мар дела тепличная 10 серия приглашаю вас в мою теплицу я приступаю к посеву бархатцев сегодня я сею красные вишни это низкорослые бархатцы которые я просто обожаю высаживать в огороде я чередую их с овощами это всегда получается очень нарядно красиво и их своеобразный такой запах в общем-то отпугивал раньше вредителей сейчас уж не знаю что за термоядерные вредители стали и так я высаживаю в разные микро парни чки в разные емкости сейчас у меня будет вот такая большая посадка микро парника я сажаю иногда вот в такие вот лоточки значит в контейнер очки в литровые но куда бы я не посадила я насыпаю плодородные земли слоем 3 сантиметра значит проливаю растворчиком фитоспорина обеззараживая землю и делаю вот такие вот нагоняю боровочки можно старым маркером прямо вот так вот умять можно какой-то какой-то палочкой умять вот такие вот бороздочки и раскладываю семена я раскладываю их вот так вот вдоль друг за дружкой прямо прямо без всяких промежутков можно сказать и теперь я засыпаю их землей слоем приблизительно по и пол сантиметра и вновь обработаю раствором фитоспорина тем самым я обеззаражу обеззаражу землю которая на поверхности у меня будет насыпана и в том числе и семена тоже будут обработаны таким прекрасным биофунгицидом и так я засыпала семян очки вот так слегка я их немножечко примяла и теперь я обработаю слегка никакого болота делать не нужно все очень очень даже слегка сходы появляются довольно таки быстро если бархатцы семена хорошие свежие всхожие всходы выглядят вот так они такие хорошенькие прекрасненькие сажа пикирую я их 100 миллилитров стаканчики когда появляется настоящий лист настоящий листочек и возможно еще одна у меня перевалка если здесь все кругом будут такие белые корни а еще время не наступит для высадки в грунт то еще будет перевалка в стаканчик 300 миллилитров или же уже просто отсюда пойдут в открытый грунт все будет зависеть от того какая будет весна и будет ли возможность посадить их в грунт я закрываю крышкой ставлю рассадник для прорастания смотрю внимательно как только появится хотя бы одна петелька я снимаю крышку и выставляю на солнечный свет сразу же для того чтобы ничего не вытягивалась уход за луком в улитки неважно какого эксибишен пари или какой-либо другой совершенно он похож одинаков заключается в том что я контролирую поливы контролируя это не означает что я постоянно постоянно бегаю его поливаю держу в сыроте наоборот я поливаю улитку только тогда когда подсохнет она и это очень важный момент потому что вечно сырая улитка конечно же в ней все погибнет будет усыхать лук увядать будет плохо себя чувствовать загнивать валится ну и конечно же я его стригу не даю ему вырасти выше чем 15 сантиметров потому что длиннющий лук тоже валится в разные стороны остриженный стоит как солдатик послушно все прибрано и это нисколько не вредит перу ни капельки наоборот пирог репчает а корневая система улучшается вот она какая прекрасная шикарная верба в марте месяце вся усыпана белыми котятками скоро на ней появится пыльца такого желто зеленого цвета она начнет источать запах меда и полетят ко мне со всех со всех концов бабочки мухи жуки шмели все насекомые мира полетят именно на эту вербу и будут жужжать и вибрировать просто купаться в этой пыльце потому что кругом и всюду еще зима и нет ни единого дерева во всей округе которое бы цвело и источало такой чудесный запах меда капустка подросла выпустила настоящие листочки и теперь я ее буду вот таким вот образом подрыхлять при помощи шпажки я просто в делаю вот такие проколы по периметру горшочка если я вижу что не зашла где-то пусто то я беру ложечку и этой ячеечку я удаляю землей удаляю а на это место я ставлю вот такой вот резервный росточек из как бы вот я один вот такой один к одну к сеточку делаю как бы резервную и отсюда подцепляю ее подцепляю прямо с комом с таким земли вот прямо полностью и ставлю ее на это место теперь значит ячеечка полная ячеечка полная продолжаю дальше рыхлить так продолжаю дальше прорыхлила это нужно для того чтобы вода проникала хорошо и воздух проникал корням теперь я беру вермикулит вермикулит это вещество вулканического происхождения оно такое воздушное пушистое и я мульчирую землю вокруг капусты вермикулитом для того чтобы горшочки не пересыхали потому что солнце уже очень очень такое скажем жаркое и сушит просто все и я конечно же поливаю всю водичкой и теперь я буду только контролировать поливы до высадки капусту нужно и не пересушить и не перелить при выращивании рассады можно столкнуться вот с таким вот интересным явлением то я пикировала баклажаны в состоянии семидольных листиков и наклевывалась вот здесь вот в центре значит настоящий листик и вот так вот распикирован и он значит сейчас просматривая ящики я смотрю что уже корневая система пошла хорошая а здесь то ничего мои дорогие нету вот так вот выглядит его родной братик да по сравнению значит вот с этим растением конечно же видно что это растение развивается и у него есть точка роста да откуда все начинает расти а у этого растения нет точки роста и очень часто задают вопрос такой вконтакте мне присылали фотографии с томатами только вот с такими что с этим счастьем делать ничего не делать нет ни в коем случае не оставлять потому что у вас просто будут вот эти жирные семидоли и дальше никакого развития не будет точки роста нет это такой генетический сбой такое бывает к сожалению это растение придется удалить и оставлять только растения у которых есть точка роста и где где образуются новые листья укореняются черенки хризантемы очень легко наверное это самое легко укореняемое растение и для этого мне понадобятся стаканчики 100 миллилитров в них я на их я наполняю землей внизу у меня дренажные отверстия есть наполняю землей так вот два раза стукну и обрабатываю их раствором фитоспорина для того чтобы обеззаразить землю значит готовлю корневинчик у меня здесь корневин чтоб удобно было пользоваться ножницы обязательно обработаны спиртом хлоргексидином чем-то таким чем от чего погибнут патогены так и берем вот такие вот череночки вот такой вот я беру череночек окунаю его в корневинчик и отправляю его прямиком вот так вот в стаканчик и теперь я пройдусь тем самым я значит сделаю мою хризантему мультифлора пышнее вот так выглядит череночек верхушечный побег и просто вставляю так думаю что вот лишний череночек в корневин вставила то есть я произвожу обрезочку такую делаю кустик пышнее и укореняю все что значит обрезала вот эти все растения я помещаю в парничок какой это может быть парничок это может быть вот что в такой контейнер составила вот таким же сверху закрыла или же просто вот такие вот микро парники зеленые такие знаете продаются в магазинах специализированных в общем то все это мое укоренение дальше я просто сейчас продолжу делать то же самое совсем недавно я показывала вам целую огромную гору семян мартовских посевов и вот подходит концу моя гора зато появился нескончаемый поток растений которым необходима пикировка в общем непределанное дело а если это видео вам понравилось если оно было для вас полезно то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное земледелие да и про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока пока